Поэтому еще, и еще, и еще, давай, 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 больше! Спасибо за ожидание и тады! Ой-ой-ой, тупые скелеты. Надеюсь, то, что здесь ничего не рванет. Привет-привет, друзья, я все еще Рома, это все еще Эпоха, поехали! Катушка, 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 машинный корпус, представьте себе, все сделано и остался последний блок. Самый тяжелый, самый сложный разлагатель материи. И только тогда наша черная дыра заработает. Ну ничего, сейчас будем решать все это и создадим. Первым делом надо скрафтить много плат, и золотых, и обычных, и алмазных. Вот, все это делается, раз, два, три. Ой-ой-ой, проблемы, там слизь понадобится, чтобы скрафтить липкий поршень. А-а-а, у меня нету слизи. А хотя, подождите, я знаю то, что слизь, по-моему, можно использовать и ту, которая синяя. А синяя добывается на островах, которые просто летают по миру. Алло, слизи. Ну наконец-то, здравствуйте, дайте немножечко этого самого. Ну вы поняли, да? Хорошо, что блок переделывается, и тарададам, тадам, два липких поршня. Никто, как обычно, томить вас не собирался, и вот оно создано. Ура, вся конструкция доделана, и как тобой пользоваться? А подождите, а может быть это не показывается, потому что у меня шейдеры? А вы, наверное, помните. Да-да-да-да-да-да-да-да, без шейдеров это работает куда лучше. И судя по тому, что написано сила 100%, это означает только одно. Да, это работает. Вот, правда, надо материи кинуть, и я это сделаю. Давай-давай, ещё больше! Не особо понимаю, зачем этот разлагатель нужен. Потому что здесь даже энергия не появляется, несмотря на то, что здесь вроде как всё делается. Fe 635 затик. Поизучал, и выяснилось. Вот сюда надо батареечку засунуть, и вот тогда-то здесь появится энергия, и потом это будет само по себе запитываться. То есть, да, этой батарейкой я положил старт всему, чему только можно. Правда, я до сих пор не понимаю, как это толком работает. Ооо, а подождите, а что если я здесь попробую что-нибудь зарядить? Здесь же можно. Ну-ка, 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 татарадададатаратаратататататататата. Окей, не работает. А здесь что можно потыкать? Конфигурации, улучшения, главное. А ещё можно накидать алмазиков, мало ли что получится. Давай ещё, ещё. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Подожди, подожди, по-моему это уже перебор. Или не перебор, как-то непонятно. Тут что-то появилось? Ничего не появилось. Поэтому ещё, и ещё, и ещё. Давай, 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 больше! Полностью золотой блок сожрался, а здесь... Ого-воу-воу-воу-воу, полегче, парень, неужели реально работаешь? И вполне себе неплохо работает, потому что батарейка начала заряжаться. Подкину-ка я ещё немножко золотишко. Ох, давай, давай, больше! Хмммм, мне немножко не нравится то, что эта красная полоска продолжает идти, несмотря на то, что батарейка зарядилась. Я-то думал то, что это и есть сама батарейка, типа вот эта полоска. Окей, тогда я немного подожду. Ибо что-то мне подсказывает, что когда вот эта штука дойдёт до вот этой штуки, всё нафиг рванёт! Полегче, полегче, аномалия, пожалуйста. Я продолжаю следить, и... А-а-а, всё, на 100% остановилось. Моё сердце остановилось моё... А-а-а, так, о чём это я? Так, сгравитационный стабилизейтар, и та самая штука нужна нам, чтобы стабилизировать вот эту махину! Ну вы понимаете, если мы сюда будем продолжать закидывать те же алмазные блоки, эта дыра будет расти, расти, расти. И как только она дорастёт до невероятных размеров, всё нафиг засосёт! Мне это не надо! Кстати, батарейку-то я всё-таки убрал, а энергия продолжает идти. Почему? Потому что здесь появилась материя, и всё стало чики-пуки! Какие же улучшения можно сюда запихать? Я даже не представляю. Надо посмотреть. Ого-го! Оказывается, в этом моде так много всего добавляется, типа материальная труба, тритановая решётка, тёмный вент. Для чего это всё? Честное слово, я удивлён, потому что я не знал, что этот мод вообще добавляет. Оооо, как много всего! Плазма какая-то, индустриальное стекло. Наверное, оно, кстати, нужно, чтобы сдерживать материю, но это не точно. Ой-ой-ой, ребята, смотрите, я наконец-то нашёл апгрейды, и я так посмотрел уже, вот этот спид надо совместить вот с этим. Фейлсейв. Правда, та ещё жесть. Посмотрите, как это крафтится. Н-дан-дан-дан. Но я всё равно создам. Пока что сделал самое обычное улучшение, но если я захочу это улучшение улучшить, мне придётся добавить вот эту звезда из Незера. Как это работает, сейчас узнаем. Вот, например, у нас есть золотой блок, и он переделывается. Переделывается долго, шо пипец. Но мы засовываем сюда спид-апгрейды. Да, полоска пошла чуть-чуть быстрее. Единственное, я не понимаю, что такое отказоспособность. Ха-ха, надеюсь, то, что здесь ничего не рванёт. Проходит ещё некоторое время, и я приношу самое лучшее улучшение скорости. Давайте проверим. Вот, полоска сейчас наполовину, я сую, и... Вау, вау, вау. Она сразу сделалась? Да ладно! Офигеееть! Вы взгляните на то, как быстро всё это идёт! И это только одно! Жеееееесть! Правда, если честно, я не особо понимаю, зачем всё это делается. Вот уже 91%, и, по идее, следующий блок уже будет 100%. А я так и быть подожду. 91% и 100%. Всё, готово! Ура! Но это продолжает делаться. Зачем? Стой, 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 стой. А, я понял, как это работает! Давайте по полочкам сейчас всё расскажу, вы тоже поймёте. Прямо сейчас у нас вырабатывается 992 энергии за тик. И при всём при этом тратится 6 тысячных материи за тик. Эта материя как раз таки достаётся отсюда. И чем больше эта дыра, вот как, например, сейчас, тем больше тратится. Видите, материя уже 7. И тем больше выдаётся энергии. Всё достаточно просто. Офигеть! Насколько огромной дыра должна быть, чтобы здесь тратилось по многу? Потому что даже сейчас всего лишь 0,008 тысячных. Поменяем тему, у меня проблемы. Я больше никогда не смогу прокачать нано-броню, потому что я прокачал повышение атаки. А оно закрывает нано-броню! А, нет, подождите, тут тоже есть решение. Это огромное количество левелов, примерно 600. И самое главное, жёлтая пилюля. Почему бы и нет? Как оказывается, когда ты пьёшь эту жёлтую пилюлю, практически весь опыт тебе возвращается. И вот у меня уже 291 уровень. 0 калорий 100%, респирациты 100%, воздушные мешки миллиард процентов, помощь в шаге, предметный магнит я прокачивать 100%, не собираюсь, потому что ни разу не пригодилось. Итак, нано-боты, давай, нано-броня, чёрт подери! Ёк, макарёк, весь опыт закончился. Здравствуйте, скелеты, а не дадите ли опыта, пожалуйста. Давайте, давайте, потрясите-то меня, покидайте, но опыта дайте. Не, это всё равно не то, всего лишь 19 уровней. Прямо сейчас я тогда буду просто копать, как обычно. Кому-кому, а вот вам 100% интересно наблюдать за этим. Что-что, не хотите паузу? Да, конечно, без проблем, ребята. Шучу-шуткую, вот у меня уже 107 уровней, и вот что я только что понял. Мне бы, наверное, надо добыть сразу по более крутой руды. А, да, вы всё правильно поняли, я говорю про елориты. Вот у меня уже 39, 43, как же быстро добывается, ещё и опыта куча. Ни на что не намекаю, но посмотрите на заряд у конденсатора. Да, он закончился, и кирка тоже скоро закончится. Муап, 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 муам. Да, всё, закончилось. И сколько это энергии? 256 миллионов здесь, и ещё 192 миллиона тут. Ой, не завидую я тебе, реактор. Ну, ничего, когда-нибудь да заполнишь. А, кстати, быстро заполняется. Вот уже 2 миллиона. Про руду не забываем, и возвращаемся к нашей прокачке. Чего, блин? Форсфилд эмитер, это чё ещё такое? Плазменный щит защищает игрока от снарядов. И знаете, почему я хочу это прокачать? Правильно, я надеюсь, что Дракон Хауса не сможет по мне стрелять. Я искренне на это надеюсь. Крафтится это ядро очень даже просто, поэтому раз, два, три. Спасибо за ожидание, и тадыщ! Плазменный щит! А здесь, надеюсь, ничего не понадобится? Да, ничего. Автоматически активирует способные щита при атаке на расстоянии. Да, конечно! Чего там написано? Блин, я не могу прочитать. Позволяет игроку становиться невидимым. Ооо, а на Дракона Хауса это работает? Тут это выбирается, я так понимаю. Вот плазменный щит, вот плащ, и я хочу стать невидимым. Как это работает? Давай, давай! И чё? Тогда вместо плаща подключим вот это, и по идее, теперь все снаряды будут от меня отбиваться. Только как это проверить? Ооо, скелетики, здравствуйте! Как делышки? Ну, хотите в меня пострелять? Ооо, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да! Вы это видели? Вы это видели? Все снаряды просто отбиваются! Просто стреляют, а стрела сразу же уходит далеко в задницу. Окей, ой-ой-ой, тупые скелеты! Ааа, я походу понял, эта штука может предотвратить всего лишь один выстрел, и потом надо подождать 25 секунд. И-и-и-или нет, я не понимаю! Короче, персик, а ну-ка помоги мне, меня тут грызут прямо перед тобой. Э-э-эм, тупой ты персик, а? Ооо, еще хорошие новости, пробужденные драконевые блоки создались, и, по-моему, у меня их уже дофигища, но надо сделать еще! Как говорил мой дед, пока ресурсы позволяют! Поставить, поставил, заряжаться, заряжается, и смотрите, как много у меня элориума, это шок-контент! Помимо этого есть еще и блутоний! У-ху! Кстати, подождите, а у меня в сундуке вообще этот блутоний присутствует, или же я его постоянно трачу? О, да, есть! Ой-ой-ой, точно, мне же говорили то, что из него можно сделать какой-то лудикритовый блок, и он, по идее, используется ради какой-то крутой фигни! Прочитал Вики и узнал, они нужны, чтобы сделать самую мощную турбину в игре, то есть надо вот эти золотые блоки поменять на лудикрит! И еще, как написано в гайде, чтобы сделать самую-самую мощную турбину, нам понадобятся габариты 7 на 7 на 16! На данный момент у нас 5 на 5 на 13, не хватает! А еще, я узнал в гайде, что нужно 32 лудикритовых блока! А еще, я узнал то, что нужно 2000 пара, чтобы это работало на всю катушку! А у меня вырабатывается сейчас, по-моему, около 1000! И еще кое-что, я понял, нам нужно 30 звезд из Незера! Пора воспользоваться Редстоуном и Книгой Алкогестий! Ух, сейчас будет много звезд! Так как я хочу, чтобы все шло быстро, я подключаю автоверстак и снова подключаю вот эти штуки! Как давно я вас не видел! То есть видел, конечно, но вы слишком долго не работали! Ох, застоялись! Пока там все передается, давайте посмотрим, как черная дыра поживает! Да ладно, подождите! Чтоооо, она дождь к себе присасывает? Даже так? Прикольно! Реально, дождинки капают и прям туда всасываются! Тем временем, мне таки совсем не нравится, что у меня никуда не уходит энергия! Че за бред? Ой-ой-ой, самая важная проблема со всей этой аномалией! Резонирующие трубы тоже засасываются! Вот видите, они просто исчезают сразу! Но если это поставить с этой стороны, то вроде пока что норм! Наверное, здесь нужно использовать что-то типа сверхмощная материально-транспортная труба или материально-сетевой кабель! Тогда это не будет уничтожаться дырой и будет передаваться изи! Че-то планы все строятся, строятся и выполнение этих самых планов вообще жопа какая-то! Но ничего, я сделаю самую мощную турбину! Я сделаю самый мощный драконевый реактор! Я сделаю самую мощную черную дыру! Но это все планы! К этому еще идти, бежать, ползти, топать и бла-бла-бла! Я на этом буду понемножечку заканчивать! Ой, ребятушки, надеюсь, что вы еще не выключили этот ролик! И надеюсь, что вы из тех, кто может поставить лайк, потому что он хотя бы залогинен на ютубе! У него есть аккаунт и все такое! Ни на что не намекаю, лишь открыто прошу! Поэтому, если вам не сложно! Короче говоря, все, я на этом действительно прощаюсь! И если вы здесь впервые, то можете подписаться на канал, поставить лайк, позвать друзей! А с вами была Ложка и Черная Дыра! Пока что маленькая! Всем удачи, всем пока! Пока-пока-пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok